Всем привет! Апанкам хой! С вами любитель-потребитель, застольные байки и, как всегда, феерический бред-дилетанты. Ребята, сегодня я буду любить и употреблять вермут. Я расскажу вам, что такое вермут и почему данный вермут лучше, чем всеми любимые мартини, чинзана и так далее. Начнем, как всегда, сначала. Бутылочка, ребята. Это крымский винный завод вермут белый. Ну, кстати, вермут не является вином по российскому ГОСТу. Это называется виноградосодержащий напиток из виноградного сырья. В данном случае сладкий. Называется он вермут белый аморро апассионата. Состав. Виноград шардоне, бианка, шасло белое. Настои ароматных, трав и специй, произрастающих в районе кавказских минеральных вод. Ребята, уже какой-то косячок. Крымский, но при этом травы из кавказских минеральных вод. Вот. Здесь даже вот написано на этикетке, изготовлен с использованием натуральных трав, произрастающих на Кавказском горном хребте. Что? Бутылка литровая, спирт 11%, сахар 60 грамм на литр. Ну, сладкий. Сладкий напиток, но опять же на основе винограда. То есть, что важно. То есть, вермут это виноградосодержащий напиток. То есть, в основе всегда лежит виноград. Сейчас я открою, налью и расскажу. Ну, знаете, почитал. И есть распространенная версия о том, что вермут придумали в Италии в конце 18 века. Там 1786 год даже называют. Какой-то итальянец в качестве аперитива стал производить вот эти вермуты. Вот. Они стали очень популярны. Какое-то кафе было единственное в Италии открыто этим итальянцам, которое работало круглосуточно. Представляете? В те времена. Потому что был настолько популярно вот этот напиток вермут. Потом, как написано в Википедии, значит, во Франции производят белые сухие вермуты исторически. В Италии в то время производили красные. Вот сейчас это все уже неважно. Производят практически во всех странах мира. Эти вермуты, в основе которых лежит полынь. То есть, всегда есть полынь вермуты. И какие-то другие там травы, нетравы. И виноград. Там белый, либо красный. Кстати, красные вермуты, мартини, вот, которые Россо. Там цвет достигается не столько за счет красной вины, сколько за счет добавления карамели. Ну, так вот интересно. Ну, в России в 90-х был очень популярен вермут. Сейчас популярность опять к ним возвращается. Как вы только не пили. И с апельсиновым соком, с водкой этот мартини смешивали, чинзаны и так далее. То есть, такие... В основном считался женским напитком этот вермут, да? Вот. Значит, в чем косяк в этих историях про Италию и Францию? Что якобы они первые. Ребята, вермут. Само слово. То есть, откуда оно берет свои корни? Почему такое название? А вот представляете, вермут – это по-немецки дословно вермут. Ну, не вермахт, конечно, а вермут. Вот прям вермут – это полынь по-немецки. То есть, по-немецки полынь – это вермут. Поэтому есть версия, что все-таки немцы первые сделали как-то. Они завезли в Италию. То есть, они не популяризовали этот напиток. А уже итальянцы раскрутили. Ну, я думаю, что это более правдоподобная версия. Хотя в Википедии про нее ничего не сказано. Я бы читал на другом ресурсе. То есть, вермут – это по-немецки полынь. Все, больше ничего не надо объяснить. По-моему, все понятно, что вермут – это придумали немцы. Иначе с каких фигов итальянцы, придумывая напиток, использовали немецкое слово вермут. Ну, давайте попробуем. Потом я еще расскажу про этот вермут. Почему вот этот данный крымский лучше, чем мартини и чинзана? Ну, в составе, как я прочитал, что здесь есть полынь и какие-то другие травки. Ну, в частности, так очень мелко написано, конечно. Полынь, донник, кориандровое и укропное семя, чабрец и все. Вот такие травки. Понятно, что добавляется сахар. В данном случае, в этом варианте, он слабенький вермут. Я не сказал, всего 11%. Вообще, допускается до 22%. И в Италии, во Франции его крепят еще спиртом. Варианты какие-то не крепят спиртом. В данном случае, это чистый вермут, можно так сказать, без спирта. То есть, только виноград и травки. Ну, полынь. Причем состав полыни, вернее, состав вина должен быть не менее 75%. То есть, виноград, а все остальное, вот это травки. Так, ну, давайте цвет и аромат. Ну, цвет соломенно. Белый в данном случае, ну, белый вермут. Ну, аромат, действительно, вермут, вот как мартини пахнет. Ну, так слабенько. Вдалеке полынь, сладость чувствуется. Ну, вкус. Ну, 60 грамм сразу сахара на литр чувствуется сладкий, но не приторный. И очень легкий. Очень легкий, вот этот белый сорта винограда, очень хорошо, на мой взгляд, сбалансированный. По первым впечатлениям, ребят, приехал на дачу, не запланированно. Поэтому футболочка не фирменная, а какую нашел, более-менее приличную на даче. Так что, не обессудь. Приехал без штатива. Если бы видели, как у меня закреплена камера, вы бы офигели. И на чем она закреплена? Даже не объяснить, на чем. На какой-то откопанной на помойке металлоконструкции бывшей этажерки, я так понимаю. С помощью малярного скотча я прикрепил камеру. Погода хорошая, 20 градусов за бортом обещать, 22. Все хорошо. Комаришки летают, но я попрыскался средством каким-то мощным. Вроде не кусают. Приятный. И хоть 60 грамм на литр сахара уже достаточно считается сладким, но хорошо сбалансировано. Есть кислинка. Горчинки, кстати, от полыни здесь очень мало. Ну, вообще легкий напиток, 11%. То есть, даже вот спирта, даже я думаю, что этот вермут, наверное, в коктейлях можно и не использовать. Незачем его разбавлять. Ну, если немножечко разбавить газированной водой в жару, сделать еще послабже, да, там до 7-6%. Если один к одному сделать, да, то отличный будет напиток. Он и так пьется очень легко. Знаете, очень вкусный вермут. Легкий, такой цветочный какой-то. Ну, ребята, а почему... Я расскажу, почему вот этот крымский белый вермут, который производит... Кстати, я не сказал, да, кто производит. А, нет, я сказал, крымский виннозавод. Здесь даже написано 1926. Купил я, кстати, это в сети магазинов Мильстрим, потому что я больше нигде не видел этот вариант. Вот увидел. Цена его 350-400 рублей. То есть, цена вообще очень бюджетная. Объем бутылки литр. Видите, все, незапланированная запись и потерялся я, да. Все сразу не рассказал. Ну, не страшно. Не обессудьте, вы картиночку увидите, все увидите. Здесь, кстати, такое сердце красное в каком-то орнаменте. Так вот, этот крымский вермут, чем отличается от мартини, от чензана? Ну, понятно, что мартини популярный во всем мире. Уже там сбалансированный вкус, все его знают. Разнообразные мартини есть. Экстра драй, драй, там, бьянка, росо, розе и так далее. Чем вот этот лучше? Ребят, тем, что он натуральней. Потому что я вот почитал, что в мартини, в чензана уже не используются натуральные травы, полыни и так далее. Там используются уже какие-то настойки, эмульсии, ароматизаторы и так далее. Здесь же, ну, если не обманывают, как пишут производители, и они об этом говорят, что используются именно натуральные травы. То есть, не ароматизаторы, а настаивают на натуральных травах. Ну, хочется верить. Если это так, то это действительно, наверное, лучше вермут, чем мартини, чем чензан. Потому что приятнее пить натуральные, нежели ароматизаторы со спиртом, да, которые есть в мартини и есть чензан. Ну, не верите загуглить? То есть, ничего вредного нету в том, как мартини изготавливать. Ну, там, получается, нет, понимаете, уже натуральных трав. Там чисто вкус достигается ароматизатора. Здесь вкус натуральный. То есть, три сорта винограда, повторюсь. Шардоне. Ну, самый популярный, наверное, белый виноград, белое вино. Классическое шардоне. Бьянка. Ну, бьянка я знаю, шардоне знаю. Ну, шасло белое, не знаю, что такое. Ну, и, соответственно, травы, выращенные на, как здесь написано, на Кавказском горном хребте. Так вот, солнце светит. Надеюсь, вы меня видите нормально. Неплохо. Очень неплохо. Так, а что тут ветка какая-то? Давайте мы ее сломаем. В глаз мне попадет. Вкус приятный. Домой. Давненько я не пивал вермак, она лет 15-20. Ну, как-то не было повода. Ну, а раньше, да, покупали бутылку мартини, смешивали, добавляли водку, добавляли апельсиновый сок. Вот такие коктейли. Я помню, в 90-х студенческие годы девушки очень любили. Ну, и мальчики периодически тоже употребляли. Можно просто мартини мы с водкой смешивали. Самый простой коктейль. Потом как-то мода прошла на все эти мартини, чинзаны, вермуты. Ну, сейчас вот я смотрю, опять появляется. И в барной культуре на основе вермутов делают коктейли. А вот данный вариант, вот этот крымский белый вермут, 11 оборотов, он очень легкий. И реально бутылочка литровая. Я думаю, что хороший летний напиток. Он и сладенький, и вкусненький, ну, и в чем-то полезненький, раз там эти травки. И даже вот эти итальянцы, которые типа первые, да, изобрели, что даже пишут там, что они в медицинских целях якобы использовали этот вермут, когда только придумали. Вот, но я так понимаю, что итальянцев изначально тот, кто придумал, у него был все-таки красный. Раз пишут, что на основе красного винограда, раз пишут, что французы были первыми, кто стали из белого делать. Но сейчас, опять же, я повторюсь, это уже неважно, все делают, как делают, во всех странах. То есть сейчас уже нет защищенного, да, географического наименования, откуда должен быть вермут. Вермут может изготавливаться везде. Ну, и только что известные торговые марки, Мартини, Чинзана, там, и так далее. Я никогда не пил такой легкий вермут, всегда это было что-то покрепче, послаще, по концентрированию. Этот реально очень легкий, очень приятный, реально это летний вермут, наверное, вот так можно сказать. Очень вкусный, очень вкусный. Сейчас еще глоточек. Сделаем пробка винтовая, удобная, от кровати удобно, и мальчикам, и девочкам. Бутылочка литровая, а если сюда еще и ледик положить, вообще отлично. Ну, реально, это легкий летний напиток вермут, как я выяснил, немецкое слово вермут означает полынь. Кстати, где-то пишут, что изначально в рецепте была альпийская полынь, но кто-то пишет, что австрийская. Ну, видимо, один фиг, Альпы и в Австрии. Так, все-таки прилетела какая-то мошка, несмотря на мое мощное средство от насекомых, всяких паразитов и гадов. Я даже не знаю, что у меня на футболке написано, что-то там 82, но не суть, она такая странная немножко. Середина мая, ребята, скоро лето, но вот уже в Питере, в области ленинградской тепло, 20 градусов. Хорошо, все начинает цвести, уже сливы начали цвести, яблони начинают, травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной в сине к нам летит. Ну, уже прошло, но первые две строчки подходят. Ребята, вкусный вермут, всем рекомендую этот крымский белый вермут. Кстати, вот мой косяк, что я не прочитал с обратной стороны. Все-таки он называется еще Амори Апассионат. Не знаю, что, если бы подготовился, я бы перевел, бы вам рассказал. А так, всем рекомендую, 400 рублей. Отличный, легкий, вкусный, белый вермут. Горчинки немного, небольшая кислинка, небольшая сладость, все отлично, на мой взгляд, сбалансировано. Ну, конечно, это, наверное, женский вариант. Наверное, мальчикам в меньшей степени буду рекомендовать, потому что слабость я представляю. Ну, наверное, мальчикам, которые будут употреблять вместе с девочками. Наверное, не для мужской компании. Но очень демократичный, очень легкий. Я думаю, что, в принципе, все бокальчик другой употребят с удовольствием. Ребята, на сегодня все. Всем пока, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой. Не смотрите телевизор, а панком и трэшером, конечно же, ходят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова